На реализацию проекта из государственного бюджета предусмотрены более 381 миллиона сомов. Средства пойдут на повышение заработной платы сотрудникам и на техническое дооснащение. Будут новые машины, компьютерная техника, средства связи и камеры. С 6 мая ГУБДД на основании этого постановления объявила открытый конкурс по началу набора всех желающих, тех, кто хочет служить в новой создаваемой управлении по полной службе милиции. Первый тест на общую грамотность будет проходить таким образом, что все желающие, как действующие сотрудники, которые подадут туда, так и гражданские лица, они будут проходить через этот тест. И те, кто не преодолеет минимальный уровень, они сразу будут отсеиваться. Следующий тест – это военно-врачебная комиссия по требованию законодательства, потом физическая подготовка и собеседование. Штатная численность сегодня, как вот сказал Новоскалович, более 800 человек. На них, на всех объявляется корпус. Действующие сотрудники имеют право подавать на общих основаниях. Но плюс к этому мы приглашаем всех гражданских парней, девушек, которые тоже могут принять участие. То есть мы думаем, что не все из действующих сотрудников пройдут этот отбор. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Предполагаю, что зарплата будет поднята в два раза. То есть минимальная уровень зарплаты должен, по нашим расчетам, состав... Предварительно сейчас это сумма от 21 до 25 тысяч долларов. То есть это почти в два раза повышает действующую зарплату, не отшел на частичный состав. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...